Привет, это Вятка Тудэй. Новости, которые оскорбляют чувства верующих в здравый смысл. И сегодня в эфире. Кировский КАМАЗ с мусором застрял в мусоре. Трудности с детским садом в Новоавятске. Что в соцсетях пишут кировские чиновники? Трагичный кран в рубрике «Пристроим вместе» и кировские фотографии, которые заставляют улыбнуться. Первая новость. В Новоавятске КАМАЗ с мусором, который вез мусор на незаконную свалку, застрял в мусоре. Этакий эффект моментальной кармы. И как комментируют кировчане, при Грудинине такого бы не было. И тут я с ними соглашусь. При Грудинине была бы не незаконная свалка, а клубничные поля. И не мусор, а господин полицейский. Далее. В Новоавятске возникли трудности при строительстве детского сада. Ну, очевидно по фотографии, что не все хотят ходить в такой детский сад. Конечно, на самом деле суть новости в том, что гаражи, ранее построенные, мешают строительству детского сада. Однако на месте строителей я бы задумался. Вот снесете гаражи, построите детский сад, а дети туда ходить не будут. Потому что за гаражи было все-таки как-то привычнее. А сейчас немножко о социальных сетях и о том, как их ведут кировские чиновники. Вот, например, Игорь Васильев, губернатор Кировской области. У него есть страничка ВКонтакте и аккаунт в Инстаграм. В Инстаграме, например, он выкладывает фотографии с официальных мероприятий. Но, похоже, есть у Игоря Владимировича определенная проблема. Он расстраивается, что на него очень мало и неактивно подписываются пользователи. Поэтому купил немножечко платной рекламы. И теперь в вашей Ленче новостей будет появляться вот такая фоточка с пометкой реклама, где Игорь Владимирович просит подписаться на него. Друзья, вот аккаунт нашего губернатора. Пожалуйста, подпишитесь на него в Инстаграме. Помогите ему, пожалуйста, стать топ-блогером, чтобы он уже перестал тратить деньги на рекламу в Инсте, а начал их там зарабатывать. Ну, например, рекламой ноготочков или кружевного белья. Следующая – это страничка ВКонтакте министра охраны окружающей среды Аллы Албеговой. И вы знаете, судя по постам, которые она там выкладывает, она нам хочет что-то сказать. Мы не очень понимаем эту систему шифрования, не можем разгадать в смысл послания. Уважаемая Алла Викторовна, если вас насильно удерживают там, вы хотите попросить о помощи в следующем посте, кроме набора символов, пожалуйста, разместите, ну, например, зайчика. Ну и, наконец, зампредседателя правительства Дмитрий Александрович Курдюмов. У него также есть страничка ВКонтакте, где он также размещает новости о своей деятельности. Вы знаете, все очень четко по делу о событиях, которые происходят в его рабочей жизни. И даже подписан он только на паблики, которые имеют какое-либо отношение к работе. Не минуты покоя у человека. Хотя, подождите, одна маленькая отдушина у него все-таки есть. Кроме рабочих пабликов, он подписан на паблик под названием «Прояснилось». Давайте вместе почитаем, за какой ясностью в этот паблик заходит Дмитрий Александрович. Подытожим, кировским чиновникам ничто человеческое не чуждо. Они тоже хотят, чтобы у них было много подписчиков и хотят лайкать классные мемосы. И вот только за Аллу Албегову я немножко переживаю. Продолжим фотографии, которая была сделана в одном и том же месте с разницей в два года. Это улица Московская, неподалеку от Театральной площади. И это очень символичная фотография. Ведь что бы ни происходило, но однажды любому шалуну потребуется памятник. А продолжим целым ворохом кировских фотокарточек, которые подобрал Саша Светлик в рубрике «Соцобзор». Это «Соцобзор» и сразу к новостям. Оказывается, весна не наступала, потому что кто-то не выбрасывал ёлку. Но теперь всё нормально. Ёлка на свалке, жара на дворе. Больше всего этому позднему выбросу ёлки удивились её соседи по свалке. Перенесёмся в Нововятск. Именно в Нововятск с буквой «С». Потому что именно так он называется в стандартных картах айфона. Ну да, с названием ошиблись, но зато какая точная цветопередача. Нововятск – столица красок. Это ярмарки краски. А теперь тест на основе свежих кировских фото. Узнай, кто ты на наших дорогах. Ну а теперь милое фото. На кировских детских площадках зашли посаженные осенью семена каруселек обыкновенных. Судя по фото, карусель уже окучивают. А если за ней ухаживать правильно, она может вырасти в большое колесо обозрения. Уже третье по счёту в Кирове. Это был соц.обзор. Интернет в твоём телевизоре бесплатно и без VPN. И ещё одна грустная, трагичная новость. Дело в том, что на улице архитектора Зянкина стоит кран. Это одинокий, грустный, брошенный, накоренившийся кран, который ищет своих хозяев. Рубрика «Пристроим вместе». Старых или новых хозяев ищет кран. Кран спокойный, имеет красивый, желтоватый, с рыжими пятнами окрас. Знает команды «Вира» и «Майна». Прекрасно подойдёт для семьи прорабов. Это была «Вятка Тудей». Новости, которые лучше, чем любые ротовирусные заболевания.